Всем привет, с вами Кэт. Сегодня будем учиться отказывать и говорить нет, не говоря слова нет. По-русски мы говорим, слушай, можешь мне помочь? Не, не могу. По-английски будет звучать это очень грубовато. No thanks или no sorry, no. Этого лучше избежать и сказать как-то более вежливо. Во-первых, всегда извиняйтесь, да, прежде чем отказать. И всегда имейте в запасе 2-3 причины, которые вы используете для того, чтобы отказать. Не надо тяжелить, не надо всяких там у меня бабушка умерла или у меня у котенка лапа повреждена. Вот такую не надо, не надо придумать подробности. Мне нужно работать, у меня уже есть планы, меня в тот день нет в городе или спасибо не могу. Вот как-то так. Сейчас расскажу, как это все использовать. Например, вас куда-то приглашают и пойти вы не можете. Всегда начинаем с I'm sorry, but I have to work tonight. Мне сегодня нужно работать, не могу. То же самое, меня в тот день нет в городе. I'm sorry, but I'm away that weekend. То есть смотри, ты во фразе нет вообще не говоришь. Ты просто говоришь, меня нет в городе, сорян. Ты можешь сказать, I'd love to, but I already have plans. Очень бы хотелось, но уже есть планы. Вообще не отказал, очень мило, да, прям пипец как хотелось бы, но не могу. Еще есть очень хорошая фраза, такое, когда ты говоришь, I'm not sure I can make it. Is it okay if I'll let you know later? То есть ты говоришь, я не уверен, что я могу прийти, а можно я тебе попозже напишу? И такой потом через два часа вслед пишешь смс-очку. I'm sorry, I won't be able to make it, but you have a good time. И такой вообще прям няшка, не отказал, все очень хорошо сделал, и человек тебя будет с удовольствием еще приглашать. А еще можно сказать, как бы поддержать, да, человека, сказать ему, слушай, очень крутая идея, но не могу. То есть начинаем всегда с положительного. Говорим, oh, it sounds great, but I can't make it. I can't do it. It sounds great, but I have plans already. I promised my friend to meet her. То есть вот какие-то такие, да, запоминаем себе несколько вариантов и их используем активненько. Если тебе подходят на работе и просят помочь с чем-то, а ты не можешь, всегда выражай, что ты бы хотел, но не получается. Ты говоришь, oh, I wish I could help, I'm really sorry, but I'm very busy right now. То есть как бы отказал, но очень вежливый, вроде как и не обидел. А еще можно стрелки перевести. Можно сказать, oh, I'm sorry, I'm so busy right now. Have you asked John? И такой стрелочке, хопа, на Джона. Ну, потом придется и перед Джоном тоже извиниться. Если у тебя просят в долг денег. Такая очень щекотливая тема. Как бы так сказать, чтобы не обидеть, сказать, что нет, слушай, не могу тебе дать, потому что я знаю, что ты не вернешь. Естественно, так сказать нельзя. Нужно сказать... I'm really sorry, I wish I could help, but money is a bit tight right now. То есть ты говоришь, человек, у меня у самого сейчас с деньгами не очень. И хопа, и уже не надо ничего объяснять. А еще лучше всего или можно начать отказ с благодарности. Если человек тебе что-то предлагает, что ты не хочешь есть, пить, или там какое-то предложение тебе делают, или какое-то приглашение, ты сначала за него благодаришь, а потом говоришь, что не можешь. Например, ты говоришь... Просто не ем по жизни сахар, поэтому тортик не надо, или не пью алкоголь, поэтому не предлагайте. Или ты говоришь... Понимаете, да? То есть прямо у тебя стандартный набор фраз, которые ты в разных вариациях можешь использовать, чтобы очень вежливо, красиво отказать, чтобы человек тебя еще больше полюбил после этого. Используйте, будьте вежливыми, всегда извиняйтесь, всегда... И все у вас будет хорошо. Всем спасибо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok